Здравствуйте! Каждый из нас когда-то был первоклассником, кто-то будет первоклассником. Тем, кому только предстоит пойти в школу, я предлагаю познакомиться с книгой Гудрон Мёпс «В школу кричат бабушка и Фридер». Эта книга немецкой писательницы, одна из ряда книг данной серии. Один день из жизни озорного мальчуга на Фридере и его не менее озорной бабушке. Все не задалось с самого утра, с самого завтрака. Фридер пролил на парадную форму свой завтрак. По дороге с бабушкой у них случались недоразумения. Более того, они даже в школу пришли на час раньше. Сами понимаете, в такой волнительный день, первый раз в школу Фридеру пришлось очень нелегко. Но рядом с Фридером всегда находится его бабушка, которая помогает ему справиться с различными обстоятельствами, приятными и не очень. Дополнена эта книга черно-белыми иллюстрациями Катарины Вестфаль, которые тоже делают эту книгу очень уютной, понятной, озорной и смешной. Читать очень интересно и читать интересно именно с ребенком такую книгу. Обращаю ваше внимание, что данная книга вышла в замечательном издательстве «Самокат» в серии «Лучшая новая книжка». И впервые с «Гудрун Мёбс» мы познакомились благодаря этому издательству в 2013 году. Хотя весь мир начал знакомство с произведениями Мёбс несколько раньше. А сейчас послушаем наших юных читателей. Главные герои – это Фридер и его бабушка. Они спешат в школу, но у них много всяких неполадок излучается, что то у них что-то запачкается, то они на час раньше, то они спорят. Мне понравилось то, что они пришли на час позже, и бабушка решила, что лучше пойти с сынком своим любимым на площадку. А он решил, как будто он уже в первом классе, что все уже взрослый, прям мужчина, и что ему детская площадка – это неинтересно. И поэтому он сказал, что да не буду я пойти, ну не пойду я, и просто сел на скамейку и начал сидеть. Как будто он взрослый мужчина, и все, он будет сидеть до конца, пока не начнется школа. Но бабушка сказала ему очень такую интересную штуку, что если он сойдет с места, то она его наругает. И он начал сидеть. И сидел, сидел. Бабушка пошла и уснула. Я вот когда прочитала эту книгу до конца, я понял, что это все про меня и мою бабушку. То есть я Фридер, а моя бабушка – это бабушка его. Потому что у нас так же, мы с то ссоримся, то-то, по утру она мне готовит бутерброды или сэндвичи, а я так же вредничаю, говорю, да я не буду, не буду, я не голодный, отстань от меня. У нас все какое с этой бабушкой. Я бы посоветовала это под мальчиком и бабушкам вместе читать, садиться вечерком или утром, ну как, или днем, ну как они захотят. И просто садиться на диванчик вместе и читать эту книжку. Редактор субтитров А.Семкин